Давай, давай, давай Дорогие друзья, приветствую из Московского кафедрального лютеранского собора Святых Петра и Павла Сегодня в соборе уже по-осеннему прохладно А я продолжаю знакомить с инструментом, который здесь установлен Вильгельм Зауэр Открою сегодня некоторые секреты этого инструмента Которые обычно остаются за кадром Как работает, это очень интересно Ведь все это пневматика Настоящая аналоговая Посмотрите, можно даже услышать звук шипящего воздуха Таким образом мы получаем запаздывание, которое очень сильно отвлекает во время игры К нему нужно дополнительно пристраиваться Заглянем вовнутрь Здесь сымитировать как бы нажатие клавиши То есть у вас от клавиши воздух по кондукту поступает сюда Здесь стоит маленький клапан Он открывает клапан побольше И уже клапан побольше открывает уже игровой клапан на ленту Вот как работает Необычная система регистровых комбинаций Их всего две Каждая соответствует ряду из вот таких рычажков Рычажок соответствует регистровой кнопке Набирая их сразу подготовленным Мы потом их можем запустить дополнительной кнопкой Пневматика срабатывает И вот мы получили этот набор Меняем следующий набор Включаем кларнет Просто невероятно напоминает французскую музыку Кларнет Здесь большие каменные сводчатые потолки Из-за этого реверберация Практически 6 секунд после снятия Нажмем тутти Добавим языки Проверим сколько звук летит под сводами собора До полного исчезновения звука 6 секунд Обычно нажатый швеллер означает, что он закрыт Здесь нажатие, то есть движение вниз Это открытие швеллера Причем вы видите, есть дополнительное устройство Положение это закрытое Сейчас я его открываю Звук становится громче Но если отпущу, он обратно вернется в тихое положение Поэтому для того, чтобы он не вернулся на пружине в тихое положение Я его закрываю замочком И вот мы получаем стандартное звучание третьего мануала Это очень непривычно Вальцер работает при нажатии кнопки вальце Вот она И обычно мы вращаем на себя, чтобы сделать громче Этому валику соответствует стрелка и вот этот датчик Здесь же нужно наоборот крутить от себя Чтобы стрелка начала работать, двигаться и подключать один регистр за другим Таким образом мы получаем постепенное крещендо Итак, попробуем от нуля Прилично Итак, я нахожусь внутри одного из самых старых органов России Орган Вильгельмзаур, 1898 год Здравствуйте Здравствуйте Ну давайте ознакомиться Это первый мануал регистра первого мануала Вот они целиком находятся Они идут вот буквально, вот перегородочка стоит до перегородочки Вот это все первый мануал Причем обратите внимание, что здесь значит хроматическое расположение труб То есть если в обычном органе у нас есть сторона до-до диез И мы настраиваем по золотонной гамме То здесь мы настраиваем все по хроматике И вот перед нами здесь всего лишь только три язычковых регистра В первой клавиатуре есть очень красивый тембр Виола Дэмур Любовная виола Один из самых тихих тембров органа Здесь на месте органист слышит работу клапанов Работу механизмов Все трещит и шумит Вся красота, конечно же, звуком отправляется в концертный зал В пространство церкви Здесь очень много разных тембров восьмифутового характера То есть вот мы видели Виола Дэмур Теперь Гедакт Еще разновидность концертная флейта Гамба Штрайхер тембр, изображающий струнные инструменты Звук такого тембра слегка гнусавый Потому что труба сужается кверху И дает вот такой обертоновый призвук Ну и, конечно, принципал Это округлые трубы основного тембра 16 футов бурдон Самые низкие частоты На первой клавиатуре Ну и две разновидности высоких флейт И более яркая Корнет трехпятерядный Он здесь, скорее всего, заменяет микстуру Потому что микстуры на первой клавиатуре нет Тромпет Это регистр трубы Вот на первом мануале у нас тромпетка стоит Тромпетка И вот они пошли все, кажется, до малой октавы И дальше басы пошли вот с той стороны Вот они с той стороны Это оплата труда Своевременная За три регистра получаете оплату труда То есть вот она тромпет, басы Вот они здесь заканчиваются Красно-белого цвета Итак, дольче Тоже мы чувствуем, что это Штрайхер-тембр Наподобие Велдаму Квинтадена Очень красивая Сольная флейта У которой есть призвук квинты Из обертонного звукоряда Он выпирает Он более активный Чем, например, для сравнения у концертной флейты Еще раз сравним Гайгин принципал Струнный принципал Любовная флейта Слышите, как здесь Работают механизмы Траверс-флюта Флейта-траверса Гемсхорн Штрайхер-типа флейтов Того же характера Микстура единственная Четырехрядная микстура этого органа На второй клавиатуре На втором мануале Красивейший кварнет Конечно, требует подстройки Здесь у нас стоит второй мануал Вот это все регистры второго мануала И вот они вплоть до стеночки Это весь второй мануал Точно так же все по хроматике И язычковый регистр На втором мануале Это кларнет Вот он кларнет Ну давайте попробуем вам показать Как это выглядит Только чтобы аккуратненько Ничего не сломать Значит, типичная немецкая школа Немецкие язычки Вот такие вот Значит, у него очень интересная система Сделана такая выемочка То есть у вас полозок не выскочит Не даст проскочить Но правда, единственное Что он ограничивает сильно диапазон настройки Правда, честно говоря Этого диапазона здесь вполне хватает Очень хорошо сделаны Качественные такие вот язычки Вот Причем Что у тромпеты Что у кларнета Самые верхние, как говорится Ноты дискант Они лобиальные Вот они лобиальные Здесь и лобиальные там Унижают Самый тихий Гедакт Субас Чуть более округлый Вряд ли камера способна передать этот звук Штрайхер Они находятся прямо здесь За стенкой Виолон Это как бы струнный Как бы виолончель Октавы Это принципального типа Четыре флейта Слышите, как шипит Все, пневматика И единственный язык в педали Это пузан Дальше Значит Вот эти большие трубы Но это надо спуститься вниз Вот чуть-чуть вниз Если хотите увидеть Это вот Собственно говоря Педаль Вот это Педальные регистры Вот как швеллер Здесь устроен Здесь очень хитро устроен Швеллер Причем Он тут все Ломался Вот это вот Педальные регистры Именно педаль И вот у нас Первый Единственный Язычковый регистр В педали Это пазаун 16-футовый Пазаун Типичный Пазаун 16-футовый Обратите внимание Что у него верхняя труба Загнута немножко Почему? Потому что он выступает За фасад Переходим к третьему мануалу Самый тихий Самый прозрачный тембр Айолин Это самый тихий тембр К нему добавляем Небесные голоса Вокс челестис Уа челестэ Солиционал Еще один вариант Любовные флейты Шпицфлюты Это флейты С более высокими Абертонами Квинтадена Вариант квинтадены Со второй квадатурой Но только 16-футовый И флют дольче Нежная флейта Ну и собственно Третий мануал Самый тихий Считается мануал Он со швеллером Это вот он Вот он находится В специальном отдельном кабинете Вдоль и так поперек Стоят у нас Регистровые клапана Та же самая система Там вот сзади Есть такая маленькая коробочка С маленькими клапанами Чтобы так сказать Усилить Усилить давление воздуха Для того чтобы открыть Вот этот большой Регистровый клапан И вот они собственно Треугольные Регистровые клапана Вот собственно Так это и работает Здорово Вот да Это компенсирующие меха Их здесь очень много Мехи точнее Один Там второй Там третий Ну а главное меха Мехи точнее там стоят Вот Здесь сделана система увлажнения Для ля зимнего периода Потому что зимой Влажность когда падает То орган начинает Точнее Мехи точнее Субтитры создавал DimaTorzok